Здравствуйте, уважаемые зрители! У людей, которые начинают вплотную интересоваться созданием или исполнением музыки, может возникнуть вопрос, а что лучше? Играть на музыкальном инструменте? Или же создавать музыку на компьютере? Или смартфоне, так сказать, программа в секвенсорах? Или DAW, как еще их называют? В сфере профессиональных музыкантов ответ на этот вопрос очевиден. Важно уметь и то, и другое. Это соответствует стандартам стим-образования для музыкантов. Но поскольку для большинства людей музыка – это хобби, мы в этом ролике разберем пять критериев, в которых сравним и тот, и другой вид деятельности, после чего каждый сможет выбрать для себя то, что ему по душе. Первый критерий – это цель. Зачастую, когда играют на музыкальном инструменте, то используются его для исполнительской деятельности. То есть играть какие-то там мелодии, фингерстайл, или же просто аккомпанировать себе и друзьям, исполняя любимые песни. Но когда мы работаем в секвенсоре, сам процесс работы подразумевает композиторскую деятельность или создание аранжировки. Поэтому здесь уже больше идет такой творческий процесс создания чего-то нового. Второй критерий, который мы рассмотрим – это стоимость. Ну, по сути, для создания каких-то треков на компьютере или смартфоне не нужно затрачивать средства. Поскольку у большинства людей есть то или другое устройство, и можно скачать бесплатные приложения, программы. Как говорится, было бы желание, возможностей хватает. Но с исполнительской деятельностью немножко не так. Дело в том, что здесь нужен недорогой, но приемлемый и отстроенный музыкальный инструмент. Конечно, можно сказать, а зачем покупать, если у деда есть Черниговка или Ленинградка, или на Авито или АЛХ можно найти бесплатно пианино. Это то так. Но вопрос. Вообще, на этом инструменте технически что-то можно сыграть, учитывая, например, высоту струн на гитаре, западают ли клавиши на пианино. А строят ли они, или другими словами, не фальширят ли при игре? Потому что испортить музыкальный слух очень легко, а потом вернуть назад – это уже будет проблематично. Поэтому, если у вас нету средств, даже на бэушный, но более-менее отстроенный инструмент, который не фальширит, лучше займитесь другим видом деятельности. Третий фактор. Время получения ожидаемого результата. Чтобы научиться играть, например, тот же аккомпанемент, часто я использую гитару в этом ролике, это нужно учитывать, что музыка – это зубрёжка. Например, вначале разучивается какой-то бой или арпеджио. Когда он довёлся до автоматизма, начинаем в правой руке, к примеру, переставлять аккорды, или переставлять пальцы, играя какую-то мелодию. Это делается циклично, многократно, пока не получится. Чётко, красиво, без всяких фальшивых призвук. Поэтому, если у человека нет усидчивости проделать монотонно одинаковую работу, зубрить, образно говоря, понятно, что это делаемое смысленно всё-таки игра на музыкальном инструменте, выявлять и ошибки, может, где-то они там нажали, ещё что-то, то лучше, может быть, всё-таки поразмышлять над тем, чтобы работать с секвенцией. Здесь, если ты знаешь, как и что нажимать, за 20 минут, образно говоря, на коленках можно сделать бит или какую-то там простенькую аранжировочку. Но, опять-таки, чтобы это суметь сделать, нужно затратить время, чтобы освоить программу, отработать какие-то примеры, проанализировать уже созданных треков, изучить немного теорию и тому подобное. А это тоже время. Поэтому нужно подумать, что больше нравится, искать, анализировать и учиться, или же просто повторять какие-то действия в большинстве случаев. Четвёртый фактор – это развитие чувства ритма и техники. И здесь, конечно, игра на музыкальном инструменте имеет большой приоритет. Потому что, если мы особенно играем под метроном или драм-лупы какие-то, то сразу чётко видно, где запаздываем, где не успеваем. И со временем у музыканта вырабатывается внутренний метроном, который помогает потом в последствии творческой деятельности. Ну, также различные технические навыки, они в целом развивают человека, потому что надо уметь организовать синхронно движение двух рук, также размышлять, какие это будут движения. Это всё заставляет напрягать и мозг, и руки, и внимание, получается, в этот момент очень сосредоточено. Поэтому игра на музыкальном инструменте учит быть выдержанным, терпеливым, анализировать ошибки, уметь работать над ними. Это тоже большой плюс. Но если вредь за занятие музыкой на компьютере или смартфоне, то в большинстве своём особо технических навыков не разовьёшь. Но кто начинает уже вплотную заниматься этой деятельностью, то понимает, что для ускорения процессов, ну и в некоторых случаях просто для необходимости получить ожидаемый результат, придётся использовать MIDI-клавиатуру. То есть некоторые навыки игры на клавишных инструментах всё равно будут присутствовать. И в некоторых секвенсорах очень удобно послойно создавать музыку, например, тоже Ableton. И это тоже будет развивать чувство ритма. Ну и пятый критерий, последний, который мы на сегодня рассмотрим, развитие музыкального круга озора и использование музыки как средство коммуникации. Да, даже если мы знаем только три аккорда, уже можно наслаждаться общением с друзьями и петь любимые песни. Кто хочет дальше развиваться, может, например, участвовать в деятельности музыкального коллектива. Тоже общение, но здесь уже и музыкальный кругозор расширяется, потому что приходится учитывать, чтобы твоя партия согласовалась с барабанщиком, ударным, клавишными, что они играют, вокалистом, чтобы в целом получилась у вас такая хорошая картина музыкальная. Если же говорить за создание на музыке в секвенсоре, то тут изначально уже надо расширять свой музыкальный кругозор, потому что даже какая-то самая простенькая аранжировочка зачастую имеет какую-то драм-секцию, то есть хоть простенькие барабанщики. Так же здесь должен быть какой-то минимальный бас, потому что это основа всего. Без баса никуда. Музыка не будет такой, как должна быть. Так же может быть и как-то солирующие инструменты, заполняют которые между басом и соло. И поэтому, так или иначе, тот, кто хочет работать в секвенсоре, он поневоле научится согласовать между собой различные инструменты, даже если не знает, не умеет сам на них играть. И таким образом будет расширяться кругозор. Ну, конечно, большой недостаток это то, что человек и компьютер находятся наедине друг с другом. Можно это компенсировать, например, как-то онлайн, делать коллаборации с другими там людьми, которые интересуются музыкой. Или приглашать просто кого-то к себе и вместе что-то создавать. Ну, или хотя бы просить членов семьи, чтобы они периодически оценивали ваши творческие достижения. Может, что-то подскажет, а заодно и будет как бы общение относительно творческого процесса. Я думаю, даже этих пяти критериев, которые мы рассмотрели в этом ролике, больше, чем достаточно, чтобы каждый смог сделать выбор, что для него лучше. Играть на музыкальном инструменте или работать в DAW. А может, вы станете профессиональным музыкантом, эти два навыка тесно переплетутся между собой, потому что это разделение, которое здесь проводится в ролике, оно условное. В жизни профессиональных музыкантов часто эти виды деятельности, они как бы переплетаются между собой. Большое спасибо, что досмотрели это видео до этого момента. Не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Также оставьте комментарии, может быть, какие-то пожелания, свое мнение или вопросы, я обязательно их все прочитаю. Спасибо за просмотр, до новых встреч на YouTube! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!